Эх, насладились мультфильмом? Ой, давайте продолжать наслаждаться дальше. Ведь прямой эфир программы «Утро на Иссея» продолжается. И в нашей студии уже появляется фокусник Юрий Гасперский. Человек, который умеет радовать всех своими иллюзиями и фокусами. Здравствуйте, потому что без фокусников детский день никак. Такая в стороне стоит «Здрасте, Юрий, с чем вы пришли к нам?» Я на всякий случай отойду. Дети вас же любят, наверное, да? Конечно, и взрослые тоже любят, потому что в каждом взрослом есть маленький ребенок. А, подождите, а кто вас раскусывает, или как сказать, чаще дети догадываются, как фокусы делать? Или родители? Ну да, сейчас дети такие продвинутые, и в ТикТоке, и на Ютубе есть много разоблачений, и поэтому, да, они тоже любят раскусывать. А, ну, Юрий, удивляйте нас. Я знаю, что наши телезрители всегда поражаются вашим выступлением. И мы в том числе. Давайте. Давайте. Да, вот с собой я взял вот такой кинопланшет, он называется «Про счастье». И, как видите, можно подать. Черный экран Малевича, черный квадрат Малевича. Да, пока черной страницы ничего нету, да? Ничего нет. Но как только мы ставим вот эту точку, мне хотелось бы, чтобы эта точка была точкой отсчета в день защиты детей, всех исполнения желаний детей, всех планов на следующий год. И мы ставим точку. И смотрите, медитируем на то, чтобы наши желания исполнялись, и у нас там что-то появляется. Ай! Посмотрите. Ай! Это кто? Это как? Это почему? Это настоящий голубь. Как вы сжали голубя в этой книжке? Он так смотрит? Валера. Так смотрит в эту камеру. Секреты не раскрывать. Живой, что ли? Да, он живой. Еще иногда его зовут удача. Поставьте пальчик вот так. И говорите, удача ко мне. Да, как веточку. Удача ко мне. Удача ко мне. Оп. А! 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 Никогда не держала голубя вот так. Мы с Валерой недавно ездили в деревню, я там подержала этого крола. Еще не отошла от него. Я себе не кормил. Да, а теперь вот и голубь. Лучше кролика покормить. А куда теперь это сейчас? Куда его теперь едет? Удачу, удачу. Да, конечно, лучше с собой забрать, чтобы удача всегда с вами была. А передайте удачу нашему администратору. Да, да. А я пойду в следующий. Которая фокусника привела. Давайте. Давай, иди, забирай. Так, а следующий фокус. Давай. Тоже очень интересный. Удача ко мне, надо говорить. Надо говорить, удача ко мне. Тьфу, она сразу. Все удача. Так, дальше. Да, посмотрите внимательно. Я к вам в студию принес очень классный тортик. Видите, какой классный? Пока нет. Вот здесь вот башенки такие, свечки стоят. Видите? Ну, может быть, Валера и видит, а нет. Это просто невидимый тортик на самом деле. Здесь вот пять свечек, видите? Пять свечек. Валера видит. Прямо здесь стоят. И сейчас мы их подожгем и посмотрим, какое желание Валера загадал сегодня с утра. С помощью магии огня у нас сейчас свечки прогорят. Оп. Ай! Я в шоке. Снова кролик. Знаете что? Валера, ты кролика загадывал с утра. Да. Только из шляпы, да, я мечтал. Я хочу потрогать. Какой милашка. Можно потрогать? Ой, я бы взял. Конечно, я вот так вот его положу. Тот-то кролик тебя кусал, помнишь? В деревне. Он меня покусал, поцарапал. Привет Сухобуземскому. Нет, этот кролик добрый, он не кусает. Он без зубов. Нет, тот вроде как тоже был хороший, милый, но вот как-то это я, видимо. Ой, он настоящий, ты как классный. Хорошенький кролик. Вы никогда не трогали, и вот я впервые потрогал, потому что я всегда видел со стороны, как люди радуются, как ты кролика взяла, он такой шустрый. А этот такой на траквилизаторах сидит. Спокойненький такой. Он просто очень любит детей и привык, что его гладят, и поэтому он такой спокойный. Все, будь спокойным дальше. Дальше, вот там у нас новости вот находятся. Да. Напротив нас. Так, что еще? Ну что? Сейчас кабан какой-нибудь. Тихий кабан. Он выбежал. Я думаю, все, когда приходят на телевидение, привыкли дарить подарки. И вот, чтобы коробочку было видно сейчас, я тоже взял для вас подарок. Посмотрите внимательно. Посмотрим, что там за подарок. Давай. Детишки. Только не тига. Пожалуйста. Итак, раз, два, три, оп. Спасибо большое за подарок. Меня что, обманули в магазине подарков, что ли? Не знаем. Хорошо. Мы тогда применим всю свою магию и скажем два волшебных слова. Они звучат так. Спасибо. Я думаю, дай, пожалуйста. Пожалуйста. Да, спасибо, пожалуйста. Оп. Ай! Это кто? Это кто ушастый? Ты вчера была в зоопарке, а я сегодня в зоопарке. Сусы. Это настоящая шиншилла. А-а-а. Его зовут Еся. Я, кстати, видел тут Валера каких-то искусственных обезьянок приручал. Да. Но это никакое не искусственное, это настоящее животное. А-а-а. И Еся, он еще дрессированный. Так, можно... А как его полностью по-батюшке? Ну вот это... А, полностью имя, кстати, очень интересное. Иосиф. Иосиф? Да. Прекрасно. Смотрите, что он умеет делать. Я ему говорю, Еся, прыгай. Оп. Оп. Еся, ко мне. Оп. Еще он любит прятаться. Я спрятался, ребята, меня не видно. Я спрятался, меня не видно. Он скоро заговорит. Он скоро заговорит, я чувствую. Ой, я клашу кролика, кролика уже здесь нету, потому что ушел. Я тебе говорила, ты невидимый торт видел. Юрий Гасперский нас удивляет с самого утра. Такой день. Огромное спасибо, Юра, тебе пришел со зверинцем. У нас пушистики летают. Что-то вот. Не переживайте, эта шерсть отъесть, и она гипоаллергенна, не вызывает аллергии, не переживайте. А потом, после того, как Юрий уйдет, у нас глаза распухли, но все, все нормально, аллергии у нас нет на этом все. Да, там кролик новости доедает, нормально, ничего. Хорошо, что пришли. Так, Юрий, вот вопрос такой. Помните, что-нибудь хорошее с детства? Прямо у вас же было хорошее детство, да? Ну, конечно, что-то хорошее, да. Ну, да, я в основном отдыхал в деревне летом, вот. Вот, и с тех пор, наверное, у меня любовь к животным, вот, коровки, да, поросята. То есть я ухаживал за ними вместе с бабушкой, вот. Поэтому до сих пор люблю животных. Все понятно. Ну вот, хорошо, сейчас будет блок полезной информации. Мы пока с Юрием обсудим все-таки его фокусы. Может, он нам поделится? Да, конечно, сейчас и поделится. Ну, хотя спросим, да. Давайте, вы пока рекламу смотрите. Ага.